Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 ноября, Православная Церковь совершает память преподобного Лазаря Галисийского. Преподобный Лазарь Галисийский родился в Лидии, в городе Магнезия. Его рождение было ознаменовано чудесами. Родители отдали его шести лет обучаться священному писанию. Образованный и боголюбивый юноша, Лазарь стал иноком в обители святого Саввы, основанной великим подвижником благочестия в Палестине. Десять лет провел преподобный в стенах этой обители, стяжав любовь и благоговение братья перед высотой его монашеского подвига. Рукоположенный помимо своей воли иерусалимским патриархом в априсвитера, преподобный Лазарь возвратился на родину и поселился недалеко от Эфеса, в пещере на пустынной горе Галисийской. Здесь он был удостоен чудного видения. Огненный столб, восходящий на небо, окружали ангелы поющие. «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». На месте, где святому было явлено это чудо, он построил храм во имя воскресения Христова и принял на себя подвиг столбничества. Вскоре к великому подвижнику стали стекаться иноки, жаждущие мудрого духовного окормления, боговдохновенным словом и благим примером святого. Так возник Галисийский монастырь. Преподобный подвязался на трех столпах. Вокруг каждого из них сложилась обитель. Получив откровение о своей скорой кончине, преподобный оповестил об этом братью, но по слезной молитве всех Господь продлил земную жизнь святого Лазаря еще на 15 лет. Скончался в 1053 или 1054 году в возрасте 72 лет. Братья похоронило тело святого в столпе, на котором он подвязался. Преподобный прославлен многими посмертными чудесами. Преподобные отцы являются нашими наставниками в деле поста и борьбы со грехом. Они были замечательными знатоками того, что происходит в человеческой душе, духовными психологами в деле преображения души, учителями молитвы, покаяния и воздержания. То, чему они призывают нас, они сами исполнили, научившись духовной премудрости от Христа и Его Церкви. Все наши духовные подвиги, особенно милостыня, должны быть сокрыты от людей, они не должны быть явны или творимы с саморекламой, по-фарисейски. Почему? Потому что, во-первых, и наш Бог невидим, и Он часто творит нам милостыню, также тайна. Во-вторых, нельзя дважды получать награду за одно и то же дело, хвалу от людей и славу от Бога. Постараемся милостыню, пост и молитвы творить тайно и получим награду от Отца Небесного. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников в Мелитине, преподобного Зосимы Варбазомского, празднуется обретение мощей преподобного Кирилла Новоизерского-Новгородского, мучеников Феодота Корчемника, мучеников Милосиппа и Кассини и сына их Антонина, мучеников Авкта, Тавриона и Фессалоникии, а также новомучеников и исповедников российских, священномучеников Кирилла, митрополита Казанского, Михаила Адамантова, Александра Ильинского, Александра Курмышского, Михаила Гусева, Александра Крылова, Николая Романовского, Алексея Молчанова, Павла Борисоглебского, Василия Краснова, Павлина Старополева-Пресвитеров, Иоанна Мошкова и Вениамина Владимирского-Диаконов, мученика Николая Филиппова, мученицы Елисаветы Сидоровой, священномучеников Сергия, архиепископа Елецкого, Николая Троицкого-Пресвитера и мученика Георгия Юринева. Празднуется обретение мощей священномученика Константина Голубева-Пресвитера, совершается празднование иконей Божьей Матери, именуемой взыграние Угрышской. Все, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и неоскудевающей помощи Божией по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!